Российский интернет-ритейлер Умкамол решил заткнуть за пояс китайцев с их Алиэкспрессом. 11 ноября на Умкамол акция. 15 тысячам покупателям каждому заказу подарок. На ваш выбор – беспроводные наушники или пауэрбанк. Благодаря складам в России посылки от Умкамол идут 3-4 дня, а не месяц, как из Китая. Еще у Умки гарантия год, у китайцев ее нет. А самое главное – некоторые товары дешевле, чем в китайских интернет-магазинах. И не забывайте про подарки. Ссылка на Умкамол в описании. Всех приветствую. В ремонте фотокамеры Nikon дефект не читает карты памяти. При установке в слот заведомоисправной карты выдает сообщение «Эту карточку использовать нельзя». В большинстве случаев причиной проблем при работе с картами памяти является механическое повреждение слота. Поэтому первым делом осматриваю контакты. Они находятся внутри, в самой глубине. Так, на первый взгляд, все контакты целые. Поврежденных, загнутых нет. Все в идеале. Но одного контакта не хватает. Самого крайнего справа. Вы, наверное, даже этого и не заметили. На моей памяти еще такого не было. Чтобы вместо контакта было пустое место. Обычно контакты просто повреждаются, но не исчезают. Так или иначе. Нужно разобрать фотокамеру, извлечь плату со слотом, разобрать слот и установить новый контакт. Походу, возможно, обнаружатся и еще какие-то проблемы. Но пока что план таков. Определенно невозможно, чтобы контакт исчез бесследно. Он должен был либо выпасть вместе с картой памяти, либо должен был провалиться внутри корпуса. Поэтому при разборке нужно проследить, чтобы в корпусе не остался этот самый контакт. Иначе в какой-то момент он может устроить короткое замыкание и повредить плату. Что будет крайне обидно для всех. Как для владельца, так и для меня самого. Заднюю часть корпуса уже снял. Отключаю шлейф и извлекаю дисплей. Плата скрывается за металлическим экраном. Выкручиваю винты и извлекаю его. Главная плата соединена с верхней платой с помощью пайки. До извлечения платы пайку нужно, конечно, убрать. Если забыть это сделать и начать вынимать главную плату, то со стопроцентной вероятностью оторвутся дорожки обеих плат. Перед паяльными работами проверяю напряжение на накопительном конденсаторе вспышки. 170 вольт. Не полностью заряжен. Но разрядить нужно обязательно. Я даже не хочу представлять ситуацию, что будет при случайном замыкании конденсатора при пайке его проводов. Разряжаю мультиметром в режиме прозвонки. Красный щуп на минус, черный на плюс провода конденсатора. Как только мультиметр перестал пищать, значит он умер от пытки. Это шутка. С мультиметром все в порядке. А вот конденсатор разрядился. Я всегда применяю данный метод. Его придумал не я. Со мной поделился этим методом коллега еще в далеком 2010 году, когда я только начал работать в сервисе. За это время ни один мультиметр еще не пострадал. Далее выкручиваю винты крепления платы и отключаю все шлейфы. Сейчас обязательно нужно отпаять платы друг от друга. Можно сделать это, например, с помощью медной оплетки. Я пользуюсь жалом типа микроволна. Оно, если можно так выразиться, хорошо всасывает припой. Далее смахиваю из паяльника припой в мусорку. Вы не подумайте, я раньше очень хорошо играл в баскетбол. Ни одна капля припоя не упала на пол. Отлично. Далее выпаиваю все провода. Их много, но они отличаются по цветам. А на плате под каждым пятаком имеется маркировка. Например, черный провод подпаивается к пятаку BK. BK – это сокращение от Black. Афроамериканец, если быть политкорректным. Аналогично с остальными пятаками. Сейчас, наконец-то, можно извлечь плату. Но лучше не спешить. От матрицы объектива на обратную сторону платы идет шлейф. Это такой привет от разработчиков. Вместе с этим ухом корпуса. Ухо подогнул, а шлейф осторожно выдернул. Не представляю, как можно его отключить по-другому. Здесь просто нет свободного пространства. Интересно, как его подключали при сборке. Неважно. Отключаю последний шлейф и извлекаю плату. Шлейф объектива был приклеен к корпусу на скотч. Перерезал скотч. И теперь шлейф к плате не составит труда подключить. Одной проблемой меньше. И это уже меня радует. Такое вот маленькое счастье ремонтера. Перейдем к слоту. Он расположен на плате. Все контакты в идеале. Но видите, действительно, одного не хватает. Крайнего левого. Нужно установить новый контакт. Чтобы с платой было удобно работать, устанавливаю ее на монтажный столик. Кстати, не забывайте, что почти на все инструменты, которыми я пользуюсь при ремонтах, есть ссылки в описании под видео. Все инструменты по цене доступные. А каковы они в плане работы, вы наблюдаете в каждом моем видеоролике. Выпаиваю контакты крышки слота. Далее тяну крышку на себя и вытаскиваю. Осторожно, чтобы не вылетела пружина механизма фиксации карты памяти. Новый контакт возьму со слота в разборке. Абсолютно другой по типу слот. Но контакты, думаю, подходят. Извлекаю контакт с донора. Осталось вживить его в нашего пациента. Прикидываю, как все это будет выглядеть. Устанавливаю в посадочное отверстие. Лишнее обрезаю. Подпаивать контакт буду к промежуточному выводу. Вот таким образом. Далее немного флюса и пропаиваю. Положение контакта фиксирую пинцетом. Готово. Проверим работу. Хорошо. Но мне не нравится, что контакт подключается к соответствующему выводу карты в самую последнюю очередь относительно остальных. Возможно, эта роль и не играет. Но решил из-за этого заменить контакт на более длинный. Вот сейчас слот работает просто изумительно. Никаких нареканий. Прижимается к слоту так же, как и остальные контакты. Осталось все собрать обратно и проверить уже непосредственно работу самой фотокамеры. После сборки слота карта памяти устанавливается и извлекается, как и положено, со щелчеками. Шлейф объектива подключаю вот таким макаром. Неудобно, но возможно. Остальные моменты при сборке очевидны. Не буду на них останавливаться и перейду к проверке работы почти собранной фотокамеры. Устанавливаю карту памяти и включаю. Сообщение теперь не выводится. На карте памяти есть какие-то снимки. И они читаются. Дефект устранен. Отлично. Можно полностью собрать корпус. После сборки еще раз тестирую. Проверяю работу фотокамеры как на чтение информации с карты памяти, так и на запись. Все работает исправно. Это значит, что мой ремонт логически подошел к завершению. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всех благодарю за внимание. Удачи вам в ваших ремонтах. И до новых встреч.